итак о чем идет речь он приходит предложить его армия проповедованному язычников не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался но они идти до бывшего со мною хотя елена не принуждали обрезаться опять вопрос в чем послушайте ребята я пришел поговорить на предмет чего но они идти то бывшего со мной хотя и не принуждали обрезаться а в краушенцев уже братьям скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу которую мы имеем во кресте и судить чтобы поработить нас мы не на час не уступили и не покорились дабы истинно благословение сохранилось у вас и в знаменитых чем-либо какими бы ни были они когда-либо для меня нет ничего особенного опять опять апостол шауль за старое он говорит о том что для меня нет в них ничего особенного потому что они имеют посланничество я имею тоже посланничество от того же господина поэтому они предстояли передо мной но у них один тот же господин что и у меня и тоже послание что и у меня поэтому нет ничего особенного равно как и в их послании нет ничего особенного отличающегося от моего послания нет и так и знаменитых чем-либо какими бы ни были они когда-либо для меня нет ничего особенного бог не взорвать на лицо человека и знаменитые не возложили на меня ничего более напротив того увидим что мне верено благовестие для не обрезанных как петру для обрезанных ибо содействующим петру в остальстве у обрезанных содействовал и мне у он говорит что тот кто меня послал он содействовал петру точно так же как и мне у нас один и тот же господин который послал что петра что меня но петра он послал к обрезанных а меня он послал к не обрезанных никаких проблем и узнал о благодати данной мне и а как и киева и почитаем и столпами подали мне и варнави руку общение чтобы нам идти к язычникам а я не к обрезанных здесь говорится о том что я пришел к предстоящему мне апостолам предложил евангелие и они почитаемые столпами не увидели в этом евангелии ничего чтобы противоречило тому евангелие которые они и они не возложили ничего более на меня только что помню кого нищих только чтобы мы помнили нищих ибо чтобы старались что я старался исполнять с точностью понятно да картина понятно апостол шоу говорит о сверхъестественном обращение о том что у него есть господин еще который взял и избрал его апостола посланника он его послал и у нее не было нужды советоваться с кем-либо о том посланничество которое он имел и он начал смело проповедовать и проповедовал тактичным на закле но он видит о том что возникает конфликт и вот конфликт в общем то не сильно беспокоит он продолжает проповедовать но конфликт который есть вот здесь начинает нарастать ему говорят послушай тебе нужно сходи и разобраться вот с этим для того чтобы мы все одинаково понимали и не было разделения между нами и он идет и говорит о том что и узнав о благодати данный мне я как его почитаемый столпами подали мне и варнаме руку общения чтобы нам идти к из-за еще кого и выйти к претензии к тому евангели которые я проповедую не было они в общем-то и кита не заставляли другими словами не заставляли его пройти этим путем понятно да а вот сейчас именно евреям которые по плоти евреи надо ли им делать обрезание а как вы думаете лично я думаю что да у вас уже два мнения а основание чего вы думаете что да но в торе нахи там по моему когда именно за обрезание сказано там где в раму что-то вечно в роды ваши ну как бы с ним нас именно имеется евреи якобы на основании микрофончик я думаю через сердце там из-за этого но в контексте как бы есть такой момент но нового завета я прошу прощения об обрезании сердца идет речь еще в синайском завете они там придется потому что мы опять столкнулись с обрезанием то есть тема обрезания она на самом деле она является ключевой в этом послании поэтому свалить с темы обрезания не удастся хотелось бы конечно но не получится вопрос хороший и так вы считаете что не нужно почему я думаю это лишнее это ну там было сказано о том что это завет какой был дан новый завет который отменяет тот он дополняет хотелось бы понимать вот какую часть хотелось бы понимать вот какую часть я когда первые дни я предупреждал что обрезание это предупреждает сразу и заветом предупреждал предупреждал на самом деле мы видим завет обрезания существовал когда был получен завет обрезание когда был получен когда абрам послушался бога он не получил ничего да да вспоминаем когда когда он это говорит это хорошо когда мы достаточно долго потратили время разбирая разницу 15 и 17 главы бытия 17 главе он это говорит когда ему было 99 лет и бог обратился к нему и дал ему завет обрезание его его потомка потомка мы говорили о том что кто-то еще был упомянут в этом завете кроме его его потомков и рабов купленных за серебро был еще кто-то упомянут то есть любой желающий мог прийти сказать слушай абрам я хочу в этот завет но когда мы смотрим на исход мы видим о том что тот кто хотел праздновать пасху из иноплеменных его нужно было что сделать обрезать и тогда он становился таким же как природные жители он становился евреем есть разница в одном случае ребенка надо было обрезать на восьмой день и отождествление заветом делали его родители в другом случае это осознанный выбор человека достаточно взрослого решившего обратиться в веру которые имели потомки абрама и всякая есть разница скажите пожалуйста еще раз нужно ли еврею на сегодняшний день обрезать а вы считаете расскажите пожалуйста обрезание с каким заветом это возрастает еврея да это вопрос Здесь есть понятие. И здесь есть понятие. Это понятно, да? Внешние действия вспоминаем. Вспоминаем. Внешние действия одно и то же, смысл абсолютно различный. Здесь у нас есть бритмила, и здесь у нас есть бритмила. Здесь понятие бритмилы отличается от понятия бритмилы вот этой. Вот эта бритмила, возможно, была вот здесь. Здесь другое наполнение. Здесь бритмила для людей, захотивших войти в общество Израиля, она отождествляет людей с заветом каким? Здесь бритмила на восьмой день отождествляет с каким заветом? Двадцать первая голова. Где? Они выслушали, что прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч верующих иудеев, а все они ременители законы. Ибо тебе, я иду совершенно не мечтать всех иудеев, живущих междуязычниками, учишь отступление от Моисея. Говорят, чтобы они не обрезали детей своих и не приступали бы по обычаю. Здесь, как это ни странно, вообще идет вопрос об отождествлении себя с заветом Моисея или Сина. Здесь есть определенная разница, которая возникает в представлении существующих на тот момент времени. Здесь идет речь об отождествлении себя с заветом Моисея. И на самом деле заповедь была дана. Этот завет, он находился внутри этого завета. Но заповедь Бритмилуи на восьмой день была дана кому? Аврааму. Окей. Есть еще маленькая деталь. Ответственность Бритмилуи лежала на ребенка или на родителя? На родителя. Ребенок не с ответственностью. Какая проблема? Обрезали на здоровье, обрезали, но не все дальше. Он несет ответственность ребенку? А если вы отождествляете себя в сознательном возрасте с каким-либо заветом, вы несете ответственность? Ага. Твила. Если мы говорим о гидюре, то твила. Если мы говорим о рождении, то твила. А ребенок не может нести ответственность, потому что он этого не делал. Когда вырастает, у него есть свободный выбор, следовать этому завету или не следовать тогда. Он и будет отвечать. Решает ли тогда Бритмилуи это? Или решает его поведение? Поведение, конечно. Бритмила ничего не дает. То есть, если ты не следуешь завету, ты виновен против этого завета. Я не согласен. Никаких вопросов. Соответственно, и попадает под раздачу завета. Ответственность есть в нравственном законе, который существует для всех людей, живущих на земле. Есть закон, который действует. Естественный закон, нравственный закон, закон совести. Это все одни и те же понятия, которые действуют для всех людей. И мы разбирали о том, что этот закон существовал от сотворения мира. В римлянном первая глава. Потому что Бог явил при сотворении мира все, что необходимо знать о нем всем людям. Если вы не следовали завету Синая, вы не следовали как и первой части, так и второй. Понятно, да? Еще раз. Вы не следовали первой части, то есть, откровению, которое было открыто всем людям от сотворения. Потому что дальше мы видим раскрывающееся откровение о Творце. Мы видим о том, что Творец открывает себя первым людям. Открывает. Потом он вступает в общение с людьми. Он открывает себе ноху. Открывает. Вступает в завет с его потомством. Да? Дальше он вступает в взаимоотношения с Авраамом. Дает ему откровение. Дальше мы видим завет Синая. И отвергая завет Синая, ты не отвергаешь Творца. Отвергая Творца, ты отвергаешь первое откровение, открытое всем людям. Поэтому ответственность будет по первому. Понятно, да? Есть. Есть базовое откровение, данное всем людям. О существовании Творца, которое открыто всем. Дальше есть завет Моя, который базируется на этом откровении, открывая еще больше. Дальше есть завет Авраама, открывать еще больше. Дальше есть завет Синая, куда тебя включили при рождении. Ты говоришь, а я не хочу. То на самом деле ты не хочешь даже вот это. Отвергая это, ты отвергаешь сначала. Будешь ли ты отвечать? Наравне со всеми, кто отверг это. Ты скажешь, послушайте, меня включили в этот завет без моего ведома на восьмой день. Не хочу. Никаких вопросов. Переходят в начало. Понятно? Понятно, да? Я так понял, что вот эта вот Бритмила, которая дана была Аврааму, это та же самая Бритмила, как бы Синая, только она уже как бы говорит, что там ты как бы несознательно, как бы ты оставил, а тут твой выбор сознательно это делать. Это разное. Она дана разным категориям населения. Сейчас стоим на детям. Еще раз. Она дана разным категориям населения. Может ли это тогда быть одним и тем же? Ну, по сути. С одной стороны, это осознание действия родителей, которые не производят на ребенком, которые ничего не понимают. С другой стороны, это осознанное действие и выбор взрослого человека. Это одно и то же по сути? Только да или нет? Нет. Спасибо. Дальше. Но вот это как второе, осознанный выбор человека. Но там, я так по-моему, имеется в виду именно нееврея, который хочет стать обществом. Или именно еврея. Но если его в детстве евреи обрезали, как он может... Скажите мне, пожалуйста, на каком этапе у нас ги-юр стал для евреев? На каком этапе наших рассуждений Бритмила, которая лежала в основании начала ги-юра, стала для евреев? Ну, это вопрос. Может, если они не обрезаны, то им надо как бы это... Войти в этот завет или как? Я как-то странно спросил. Ну, давайте мы будем пользоваться все одинаковыми понятиями. Скажите мне, пожалуйста, на каком этапе у нас рассуждений ги-юр стал для евреев? Не стал. Тогда почему вы задаете вопрос такой? Почему такой вопрос? Ну, я так подумал, что может быть идти еврея, когда жили в езде. Ну, слушайте, мои хорошие, ну, давайте мы не будем фантазировать завтра вы подумайте еще о чем-то, послезавтра еще о чем-то, послепослезавтра еще о чем-то. Причем думайте не касаемо того вопроса, который мы обсуждаем. Как вы думаете? Мы далеко так уйдем? Но я на протяжении трех дней строю старательно какие-то понятия. Я старательно строю понятия и объясняю вам. Послушайте, есть завет, который заключил Всевышний с Авраамом. Есть завет? Есть завет? Мы читаем 17-ю, мы читаем 15-ю, мы тщательно разбираем, кому он относится, кого он включает, когда это все происходит, что это значит. Смахнули под целуба. Приходим к исходу. Смотрим об обрезании открытым для всех остальных народов. Говорим о Геюре. Говорим об осознанном действии, подтверждении осознанного действия. Затрагиваем вопросы твилы. Разбираем вопросы. Миква твила Иоанного повреждения, повреждение Иисуса, твила Нового Завета. Объясняем смысловую нагрузку. Что это значит? Какие параллели происходят? Что это публичное подтверждение ранее принятого решения. Определяем все понятия, смахиваем под целуба. Нарисовали картинку. Теперь появляется человек, который не вспоминает вообще ни о чем об этом, говорит о чем-то о своем придуманном. И говорит, да, кстати, у меня есть вопрос. Я тут вот подумал, что Геюр проходит евреи. А на каком этапе нашего рассуждения появилось понятие Геюра для евреев? Ну, мне просто интересно. Ну, вы понимаете, что вы ведете себя мягко говоря неэтично? Меня просто запутат вопрос именно с обрезанием на Синале. Я не против, что у вас был этот вопрос, но было время, когда его можно было задавать. И я сказал, что я не возражаю против любых ваших вопросов, если они идут включить той темы, которую мы разбираем. Если они не идут включить темы, которая разбирается, мы эти вопросы что? Не рассматриваем. Я разве не предупреждал об этом? Я разве не оговаривал правила нашего общения? Разве люди не задавали вопросы, не касаемые темы? Я говорил, извините, на вопросы, не касаемые темы я отвечать не буду. Разве разбирая тему, я каждый раз не спрашивал, есть ли какие-то вопросы? Я все время это спрашиваю. Вы говорите о том, что у вас был вопрос по теме, но вы его в свое время не задали. Сейчас вы вдруг решили его спросить. Это хорошо, это правильно? Я подожду, пока вы дадите оценку. Нет. Спасибо. Еще раз. Вы путаете понятия. Понятия. Существует ли понятие дьюр для еврея? Я понял ваши ответы. Мне интересно. Нет. А тогда о чем мы с вами говорим, если понятие дьюра для еврея не существует? Суть вопроса тогда вообще есть? Сам вопрос существует, который вы пытались задать? Тогда о чем мы разговариваем столько времени? Если изначально понятие дьюра для еврея не существует? Он по определению для геров, для всех остальных, кроме евреев. Он просто по определению таков. О чем мы тогда просто пытаемся говорить? Объясните мне все. Помолчи. Ну я не имел в виду именно так, как многие евреи. Вы просто говорили, когда делают обрезание еврею, когда он ребенок. Как бы это еще не сознательный выбор. А уже как бы сенатский завет подразумевает уже как бы сознательный выбор. Нет. Вы не внимательно слушайте вообще, о чем идет речь. Я сказал о том, что понятие вхождения в этот завет для взрослых людей из других народов существует или нет? О чем идет речь о евреях и всех остальных народах, для которых этого не существует? Здесь мы говорим, послушайте, здесь есть понятие для всех остальных народов, осознанное понятие для вхождения взрослого человека. Причем здесь евреи. В какой части здесь появились евреи? Мы говорим о всех остальных народах, о герах, которые получили возможность, которую они раньше не имели. Где в этой части евреи? Не, вот сейчас я понял. Просто я думал, когда вы говорили о евреях. Вы просто невнимательно слушайте. Ну, может быть, да. А может быть, вы тогда потрудитесь внимательно слушайте, о чем идет речь? Буду стараться. Пожалуйста, я вас прошу. Мы работаем со смысловыми понятиями. Если мы не будем слушать те понятия, которые мы даем, и те определения, которые мы даем, а потом вдруг будем вводить новые, поверьте, и так каши немало в голове. И так вы не можете разобраться в тех понятиях, которые мы даем. Их чересчур много. Несмотря на то, что я давал несколько курсов у вас о жертвах мы разбирали эти понятия, о даяниях мы разбирали эти же понятия, последний раз о заветах мы разбирали эти же понятия, я в четвертый раз разбираю те же самые понятия. Каша в голове. Об обрезании я говорил несколько раз. Говорю? Плохо, не помню. Когда я вам даю домашнее задание, я говорю, просмотрите конспекты, послушайте, ребята, просмотрите элементарно, вы не помните, просмотрите, вы этого не делаете. Я закладываю понятия опять в четвертый раз по кругу. А понятия очень простые. Отождествление с каким заветом? Мы разбирали в прошлый раз. Отождествление с различными заветами. Мы говорили, кого, с кем, каким заветом отождествляется. Ну послушайте, друзья мои, мы так никогда не дойдем. Мы третий день стоим, уже начали вторую главу. Вдруг вводятся новые понятия просто так с потолка, которые сейчас кашу опять у всех в голове сделают. Это нормально? Нормально? Пожалуйста. Огромная просьба. Этот завет был заключен с кем? Его потомками. Туда могли быть включены потомки рабов, купленных за серебром. За всех остальных не было этого завета. Я не вижу в Писании, что можно было отождествиться с тем заветом кому-то, кроме потомков и рабов, купленных за серебром. Если вы видите, пожалуйста, покажите. Но я вижу этот завет закрытым, который дан был конкретному человеку, и его потомкам подтвержден был. Причем не всем потомкам, а потомкам определенным детям обетования. В одном случае это был Исхак, ребенок обетования. Потом Бог избрал из двоих родных братьев одного. Там была история еще сложнее. Мы разбирали эту историю. Мы говорили о том, что, послушайте, посмотрите. У Авраама было сколько детей? Трое? Один? Отлично. Двое уже. Хорошо, спасибо. А, не, больше. А-а-а. И взял Авраам еще жилю имени Мхитура. Она родила вот. Зелмана, Ешкана, Медана, Медяана, Ишбака, Шуаха. Сколько у него детей-то было? А это всех их касался этот Завет? Нет. Разбирали мы эти все вещи. Мы разбирали о том, что Завет перешел только к одному потомку обетования Исхаку. Дальше мы говорили, что ситуация еще сложнее. Потому что, если то, те дети рождались от разных женщин. Шестеро родились от Хитуры. А один родился от Сары. И один родился от Агари. Здесь было как бы еще понятно. Можно было бы понять. Все остальные жены были не жены. А это была жена как жена. Да? То там рождается не только от одной жены. Но сразу двое. И мы разбирали этот вопрос. Касаемо того, что... И причем, получается, Завет не первенний, а тот, кто рождается вторым. И здесь вопрос достаточно сложный, непростый, основанный на избранничестве. И Бог избирает не старшего, а младшего. И Завет, который имел Авраам и Исхак, передает Якову. И поэтому мы абсолютно не зря до сегодняшнего дня говорим. Мы потомки Авраама, Исхака и Якова. Если мы скажем, мы потомки Авраама, и есть некоторые вопросы. Мы можем быть и арабами, потомками Измаила. Они не являются потомками тоже Авраама. Здесь нету определения. Но когда мы говорим, мы потомки Авраама и Исхака, тоже вопрос от Исава произошли. Тоже люди? Но мы говорим, мы потомки не просто Авраама, мы потомки Исхака, Якова. Мы определяем точную передачу чего? Завета Авраама. Почему? Потому что он им был передан. Они его не заключали. Авраам заключал Завет, а им этот Завет был передан. И несмотря на то, что Авраам обрезал своих детей, несмотря на то, что потомки Измаила до сегодняшнего дня обрезают своих детей, находятся ли они в Завете с Авраамом, в Завете Авраама? Нет. То есть само по себе обрезание безопределенных вещей ничего не дает. Оно ничего не привносит. Потому что, когда мы читали, мы говорили, в 18 главе, в 19 стихе смысл ходить путями отца нашего Авраама. Путями Бога, которые он заповедал Аврааму. И Авраам должен был научить своих детей творить суд и правду. Понятно? Здесь была решающая часть передача какого-то духовного наследия своим потомкам. И эта ответственность была возложена на Авраама, и он с ней справился. Здесь понятно? И этот Завет был закрытым. Но когда мы выходим из Египта, с нами выходит множество иноплеменных народов. И нам говорится о том, что, ребята, если они захотят идти с вами, если они захотят участвовать в Песахе, исполнять Пасху, то вам нужно, вам нужно сказать им, чтобы они обрезывались. Если они не обрежутся, то не надо с ними кушать. Почему? Потому что Песах – это пища Завета. И люди, которые не находятся в Завете, не могут участвовать в трапезе Завета. Понятно? Если они хотят участвовать в трапезе Завета, то пускай они в этот Завет зайдут. И тогда у них будут те же права и те же требования, которые предъявляю я к вам. Тот же будет закон для пришельца, что и для вас. Вы будете жить под одним законом. Вы будете жить в одной стране, пользоваться одним законом. У вас будут одни и те же требования, такие, как предъявляются к евреям, такие же требования и к пришельцам. Почему? Потому что они вошли под Завет. Они вошли под Завет. Через что они вошли? Через обрезание. Знак Завета это у нас обрезание. Говорилось еще тогда, в то время. Послушайте, ребята, ничего не решает обрезание на теле без обрезания сердца. Проблема. Если вы обрезали крайнюю пловицу и потом живете, как попало, обрезание вам не помогает. Потому что ваша жизнь, мягко говоря, не соответствует тому Завету, который вам был дан. И вы не ходите теми путями, которые были вам заповеданы. Поэтому обрезание вам не поможет. Эти же мысли достаточно подробно раскрываются апостолом Павлом в Новом Завете. Все понятно здесь? Но здесь мы видим открытие этого Завета для всех остальных людей, желающих присоединиться к этому Завету. К этому Завету, если вы желали к Авраму, вы могли присоединиться? Нет. А к этому Завету вы можете присоединиться, причем присоединиться через Бритмилу. Здесь Бритмила и здесь Бритмила. Действие одно и то же, совершаемое над различными людьми, приводит к абсолютно разному результату. Почему приводит к разному результату, я рассказывал достаточно подробно. Один и тот же обряд может приводить к различным результатам, в зависимости от веры, над которым совершается этот обряд. Человека, над которым совершается обряд. Здесь вопрос веры, ребенка? Нет. Здесь по смыслу вообще от ребенка нечего требовать. У него наступает вопрос его личной ответственности и ответственности его родителей. Они не пересекаются как бы между собой. Родители отвечают за то, чтобы научить его ходить путями. Но ответственность за то, что он будет ходить путями, возложена на кого? Ответственность за то, чтобы ходить путями. Ответственность родителей научить, а ходить, ходить уже сам. Они отождествляют его с заветом. Они погружают его в определенную религиозную среду. Отождествляют его с определенной религиозной средой. Но должен наступить момент, когда человек выбирает ходить ему этим заветом, ходить его путями или не ходить. Понятно, о чем вы говорите? И отождествление себя заветом Авраама не освобождает вас от ответственности ходить путями этого завета. Несмотря на то, что над вами совершено действие, к которому вы как бы никакого отношения не имели. У вас не спрашивал никто. Но когда мы говорим о Синае, мы говорим о том, что кем, рожденным от Авраама, Эцхака и Якова, делали на восьмой день и ничего не спрашивали. А этих спрашивали и не брали осознанную ответственность за то, чтобы войти в этот завет. И как это ни странно, у нас сыр-бор в Галатах сколько раз идет о чем? Обрезание. Мы же все время, уже третий день, кружляем вокруг обрезания. С разных сторон. Вот так вот мы разбираем только бритву. И тут вдруг на третий день вы решили спросить. Я, конечно, впечатлен. Вас интересует, что делать еврею, который не был обрезан на восьмой день? Да. Я тогда повторю вопрос. У меня деживю какое-то. Вас интересует, что делать еврею, который не был обрезан на восьмой день? Нет. Меня интересует больше еврею. Нет. Я говорю о евреях. Именно евреях. С каким заветом вы хотите себя отождествить? А, я понял. Когда-то я общался со свидетелями Его. И, честно говоря, на определенном этапе я был несколько утомлен. Вы знаете, что я сказал свидетельству? Это было на заре моего уверования, был на его обращение. Я говорю, слушайте, какая разница, вас там все равно не будет. Ну, мы рассуждали о Царстве Небесном. Я говорю, если вы не покаетесь и не примете меня, то вас там все равно не будет. Так что, какая вам брата? Это все равно не будет. Параллель понятен? Параллель понятен, нет? Непонятно. Скажите, пожалуйста, вы еврей? Оно вас касается? Ну, так что вы выбрали? Это же не для вас. Нет? Это же для кого-то другого. Его это интересует. Его это интересует. Он покаялся. Тогда это не для него. Это его тоже не касается. Ему это не поможет. Это понятно? Я не обсуждаю вопрос с обрезанием тем, которому оно не надо. Оно ему не поможет. Если они не приняли своего Господа, Ишуа, Мессию, пускай оброжит хоть все. Он не поможет. Это понятно? Еще какие-то вопросы есть по отношению к друзьям? Вы их сразу задайте, Потом я принимать их больше. Тогда он придет, мы с ним поговорим. Вопрос взаимоотношений с Богом. Это вопрос веры. Личной веры. Не вашей, не моей, а личной веры того человека. И если у этого человека есть вопрос, касаемый его личной веры, с ним можно общаться. А так мы играем в испорченное радио. Есть какой-то неверующий еврей, который не познал Мессию, которого, может быть, интересует этот вопрос. Давайте поговорим на эту тему. Безобразие. Понятно, да? С этим пока понятно. Эта картинка понятна. Это важная вещь, потому что мы все равно никуда от вопроса обрезания, пока мы изучаем галатов, никуда не уйдем. И от тождествления, с какими заветами, Авраама или Синая, через Брид-Милу, мы никуда не уйдем. Нам нужно понимать вот эти вещи, как они совмещаются, и что значит обычное выражение обрезания. Что на разных этапах в истории Израиля это обозначало не одно и то же. И приходит момент Нового Завета, и опять поднимается вопрос Брид-Милы, и нам нужно понимать, к чему он относится в данном случае. Тем более, что абсолютно разное отношение у апостола Шауля к вопросу обрезания еврейских мальчиков и обрезания верующих изъясников. Понятно? Все, перерыв.